Санаторий «Южное взморе» и одна из гостиниц, где разместили журналистов. Находится она ближе всего к морю, в нескольких метрах. Находится главная городская набережная, куда приходят отдыхать туристы и, собственно говоря, жители Сочи. Вот отель, один из корпусов, где живёт наша съёмочная группа. Сейчас здесь сыро, но вообще здесь очень красиво. За тем, что происходило на 19-м Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, следил весь мир. О том, кто выступает на площадках, какие поднимаются вопросы и чем занимаются делегаты из 188 стран мира, рассказывали журналисты. А так как сами они чаще всего остаются незаметными, мы решили рассказать, чем жили и из чего состоял день работников СМИ. Во время фестиваля журналисты и участники находились практически по разной стороны баррикадки. Заходили мы с разных сторон. Мы сейчас прошли контрольно-пропускной пункт. Здесь непрезентабельные окрестности, бетонная парковка и отдельный вход в медиа-центр, где проходили все основные дискуссии. Затем путь пролегал в Международный пресс-центр. Тут наши коллеги имели доступ к высокоскоростному интернету, чтобы быстро отправлять материал на родину. Помещение для интервью и зал, где в прямом эфире транслировались конференции фестиваля. Так как успеть везде было практически невозможно. Обедали, кстати, журналисты тоже отдельно от участников. Как парадоксально бы не звучало, но на одном из главных событий планеты у журналистов практически не было времени бывать на мероприятиях и знакомиться с делегатами из разных стран. Данила – ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24». Девять раз в день он выходил в прямой эфир. Иногда у него даже не было времени бывать на мероприятиях, о которых он рассказывал. Помогали коллеги. Я за неделю не вышел никуда. Я прям в восемь сюда приходил и в восемь в девять отсюда уходил. Может быть, сегодня последний день фестиваля. Наконец-то он заканчивается, можно будет погулять, нам посмотреть еще раз Сочи и всем этим проникнуться, потому что невозможно. Так вышло, что большинство изданий и телеканалов отправили на фестиваль в Сочи своих молодых сотрудников. И потому неудивительно, что мероприятия, которые приходилось освещать, не совпадали с теми, куда они сами хотели попасть. К примеру, на федеральных российских каналах в новостейных сюжетах соотношение информационного и развлекательного контента было примерно 80 на 20, где большая часть – это встречи с первыми лицами, а меньшая – непосредственно то, чем занималась молодежь. Экстремальные гонки, спортивные мероприятия, концерты и прочее. Больше футбола, больше дискотек, больше каких-то развлечений. Тут не хватает каких-то спикеров юмористических, не знаю, из комедии, откуда-то, чтобы они заряжали энергией, юмором. В целом, очень много таких. Может быть, они информативные, но в целом, прийти в 9 утра на какую-то индустрию будущего можно же поспать. Зачем? Поэтому все здорово, все здорово, а здорово еще потому, потому что происходит в Сочи. В Сочи, в принципе, такая атмосфера, где море, где все такое прям энергичное. Этот фестиваль всем – выступающим, участникам, волонтерам и журналистам – запомнится своей уникальностью, ни с чем не сравнимым опытом и незабываемыми эмоциями. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...